В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Надлежащее исполнение, оценку реализации нацпроектов обсудили на очередном заседании Думского комитета. Об изменениях в законодательстве эксперт в сфере ЖКХ Игорь Кокин провел семинар для представителей управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций города. Исполнив мечту ребенка, стартовала благотворительная акция «Новогодняя сказка-2022». Далее расскажем обо всем подробно. Культура, образование, жилье и городская среда. В конце года традиционно органы власти должны дать оценку реализации национальных проектов. Этот вопрос депутаты рассмотрели на очередном заседании Думского комитета. Почти 5 миллионов рублей в этом году выделили Сарову в рамках национального проекта «Культура». Эти деньги пошли на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов в детскую музыкальную школу имени Балакирева. Все средства освоены в полном объеме. Закупленный материал уже используют на занятиях. Глава города предложил оценить реализацию нацпроекта «Культура» в Сарове как надлежащую. Напомним, по поручению губернатора в конце года городские думы обязаны дать оценку нацпроектам на своей территории. В городе реализовывалось 6 национальных проектов. Это традиционное образование, демография, культура, жилье, городская среда, экология и малое и переднее предпринимательство. Оценка дается не по всем проектам, а только по тем, по которым из различных бюджетов доводилось финансирование. В рамках нацпроекта «Образование» выделили деньги на закупку государственных символов и создание в каждой школе института советников-директоров по воспитанию, которые занимаются в том числе патриотической работой. Все средства освоены. Администрация предложила оценить исполнение как надлежащее. Сложности возникли с реализацией нацпроекта «Экология». Речь идет о реконструкции, техническом перевооружении канализационных очистных сооружений в рамках проекта «Оздоровление Волги». Действительно, это сложный проект. Еще раз напомню, основные сложности, с которыми мы сталкиваемся, это реализация реконструкции на действующем объекте. То есть мы не можем остановить процесс очистки сточных вод, мы не можем построить это в поле, поэтому все это работает достаточно в живом механизме. Отдельные узлы выводятся, отдельные резервируются. В этом году все работы вели по графику, и на этом этапе по оценке администрации нацпроект исполнили на 100%. Еще один проект «Жилье и городская среда» на 2022 год выделили финансирование на один проект – благоустройство сквера на проспекте мира. Его реализацию также предложили оценить как надлежащую. По всем проектам «Культура», «Образование», «Экология», «Жилье и городская среда» считаем, что оценка национальных проектов, реализованных на территории 2022 года, является надлежащей. В следующем году в рамках тех же нацпроектов планируют закончить реконструкцию очистных и продолжить работу по благоустройству сквера на проспекте мира. Это так называемая вторая очередь, если будет выделено финансирование. Также в рамках адресно-инвестиционных программ должны завершить строительство школы «Назорги» и Центра культурного развития, реконструкцию стадиона 12-й школы. Кроме того, должна быть закончена работа на Негина, Чкалова и Чапаева. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей СОРО-24. В наш город с традиционным визитом приехал Игорь Кокин, эксперт по вопросам законодательства в сфере ЖКХ. На встречу он рассказал об основных изменениях в сфере жилищного законодательства и ответил на актуальные вопросы. На очередном семинаре с представителями управляющих компаний эксперт по ЖКХ Игорь Кокин сделал обзор важнейших изменений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Начал встречу спикер с мусорной реформы. Тема ТКО продолжает будоражить всю страну. Однако серьезных содержательных изменений в этой сфере так и не произошло. Пока правительство не очень хорошо себе представляет, что со всем этим делать. Мы влезли в эту радость, создали этих региональных операторов, а сейчас пожинаем плоды, потому что очень многие вопросы не были продуманы. Не были продуманы вопросы, связанные с содержанием контейнерных площадок. Не были продуманы вопросы, связанные с взаимодействием региональных операторов с операторами. И это все порождает массу проблем. Нижегородская область одна из немногих приняла решение об оплате ТКО с квадратного метра. В начале года до Верховного суда дошел спор из нашего региона по поводу перерасчета ТКО из-за отсутствия формулы по вычислению нужной суммы. В ноябре правительство приняло поправки о формуле перерасчета именно для тех субъектов, которые выбрали расчет, исходя из квадратного метра. То есть при временном отсутствии потребитель имеет право на перерасчет и делается он, исходя из количества проживающих. Пропорционально количество проживающих, вот если кто-то из проживающих отсутствовал, пропорционально времени отсутствия и площади, которые на него приходятся, значит, соответственно, вот формулы внесли. Большое недовольство значительной части потребителей вызовет новый порядок расчета за коммунальные ресурсы, потребляемые на содержание общего имущества, считает Игорь Кокин. С новым постановлением правительства управляющим компаниям предстоит столкнуться в начале следующего года. Предыдущие 10 лет потребителям средства массовой информации, правительства, депутаты говорили, что они оплачивать коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества не должны. Они должны должны, что за них это должны делать управляющие организации, а в этом году правительство сказало, что оплачивать коммунальные ресурсы в полном объеме – это обязанность собственников. Работали со спикером долго и на протяжении всего дня. Также представители управляющих компаний смогли задать специалисту интересующие вопросы. Более 3 миллиардов рублей дополнительно направят регионам на выплаты пособий на детей от 3 до 7 лет семьям с низкими доходами в этом году, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Это лишь одна из мер поддержки нуждающихся семей. Для них мы создаем целостную систему помощи по всей стране, чтобы ей могли воспользоваться родители ребят всех возрастов, а также будущие мамы. Другая важная информация в подборке коротких новостей. ГИБДД не будет штрафовать водителей за употребление некоторых лекарств. Дела не будут возбуждать, если обнаружены следы лекарств, которые не считаются наркотическими или психотропными. Как сообщает коммерсант, это коснется фенибута, феназепама и ряда антидепрессантов. Заболеваемость ОРВИ гриппом в России за последнюю неделю выросла на 35%. Свиной грипп выявлен в 82 регионах. Также фиксируется штамм гриппа АН3Н2 и Б. Заболеваемость коронавирусной инфекцией тоже растет. За последнюю неделю количество выявленных случаев выросло на 11%. Инфекционисты рекомендуют по возможности максимально сократить пребывание в общественных местах и транспорте, использовать маски и другие средства барьерной защиты. Баскетбольный клуб «Атом» начинает новый сезон. В выходные спортсмены приглашают сыровчан на домашние игры чемпионата области. 17 декабря в субботу в 13.30 наша команда встретится с крепкой командой БК «Дзержинск». В воскресенье 18 декабря «Атом» будет играть с командой «Волна» из Балахны. Начало матча в 13.00. Матчи пройдут в спорткомплекс «Юниор». Вход свободный для лиц старше 12 лет. Действие ипотечной программы под 7% на квартиры в новостройках в России завершится 31 декабря. Чтобы воспользоваться льготой, осталось совсем немного времени. Программа работает и в Сарове, и пока еще дает возможность приобрести жилье в ипотеку со ставкой 3,4%. Смысла в продлении льготной ипотеки нет, заявили в Минфине. И решили отменить ипотечную программу под 7% на квартиры в новостройках уже 31 декабря. Напомним, программу запустили в 2020 году как поддержку первичного рынка жилья в условиях ковидных ограничений. Изначально она была рассчитана на несколько месяцев, но власти ее неоднократно продлевали. В Сарове в рамках этой льготы пока еще есть возможность приобрести жилье в ипотеку со ставкой 3,4%. До конца декабря будет действовать специальное предложение от компании Саров Инвест на приобретение квартир и тонхаусов по льготной ставке. Данная ставка распространяется на весь срок кредитования. Ежемесячный платеж благодаря этой ставке будет от 21 тысячи рублей. Всего в России за время действия программы льготной ипотеки под 7% выдано более 700 тысяч кредитов на сумму свыше 2 триллионов рублей. Программа работает лишь до Нового года. Если ипотечные ставки на новостройки сравняются со ставками на вторичное жилье, то значительно вырастет ежемесячный платеж. Так что откладывать с покупкой жилья больше не стоит. Основными банками-партнерами у нас являются Банк ВТБ и Сбербанк. При сумме кредита до 6 миллионов рублей вам потребуется для оформления самого кредита только два документа. Можно сказать точно, что при росте ставок значительно будет и увеличиваться сумма ежемесячного платежа. Подробно по льготной ипотеке вас проконсультируют в офисе продаж компании Саров Инвест. Торговый центр «Атом», пятый этаж, телефон 59917. Росгвардейцы, участники специальной военной операции, записали видео в адрес саровских школьников. Военнослужащие Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи на территории Херсонской и Запорожской областей, получили письма от учащихся из подмосковной Балашихи и Нижегородского Сарова. Тронутые детским вниманием и заботой, росгвардейцы записали видеообращение к ребятам, чья поддержка так важна для бойцов. Хотим сказать большое спасибо дорогим школьникам из города Саров за ваши письма, что вы нам присылаете сюда и передовую. Ну и как любое письмо, оно должно быть с ответом. Мы вам обязательно ответим на данные письма. Стать добрым волшебником может каждая. Благотворительную акцию «Новогодняя сказка» запустила молодежная комиссия правкома «Рфятсвнеев». В этом году елку украсили письмами с желаниями воспитанников Темниковского детского дома-интерната, Богоявленского детского дома и Центра социальной помощи семье и детям города Сарова. В штабе молодежной комиссии правком «Рфятсвнеев» стоит необычная елка. Вместо гирлянды разноцветных шаров на зимней красавице – письма Дедушке Морозу. Воспитанники Темниковского детского дома-интерната, Богоявленского детского дома и Центра социальной помощи семье и детям из нашего города просят доброго волшебника исполнить их мечты. «Дорогой Дедушка Мороз, обещаю тебе, что я буду хорошо учиться и хорошо себя вести в Новом году. Прошу тебя подарить мне большую машинку на пульте управления. Заранее благодарю». Благотворительную акцию «Новогодняя сказка» активисты проводят в шестой раз. Принять в ней участие приглашают всех желающих. Сделать это просто. Нужно лишь выбрать письмо на елочке, прочитать его и исполнить мечту ребенка. Перед праздником активисты в образах любимых детских сказочных героев отправятся в теплый дом Темников и Богоявленск и привезут детям подарки и праздничное настроение. «Главная интересная особенность этой акции заключается в том, что мы не просто собираем подарки, а вручаем их в очень торжественной новогодней обстановке. Приезжает Дедушка Мороз и Снегурочка, это члены молодежной комиссии, и они уже в детских домах вручают под елочкой детям». Письма Дедушке Морозу ждут добрых волшебников в штабе молодежной комиссии правкома по адресу улицы Куйбышева, 24, кабинет 108. Дополнительную информацию об акции можно узнать у Евгения Сетрова по номеру 8-987-753-50-54. Выставка Елены Блохиной «Тропинка к Богу» открылась в Зале искусств библиотеки имени Маяковского. На ней представлены картины с изображениями Саровского монастыря. «Тропинка к Богу» – так называется одна из работ новой выставки Елены Блохиной в библиотеке Маяковского. На картине изображены храм Зосимы и Саватия и колокольня. Сама выставка получила одноименное название не случайно. «Тропинка к Богу» – это еще и личная история художницы Елены Блохиной. Вера обрушивается на человека, как поток, водный поток. Такое случается. Но я приходила к вере маленькими шажочками. Я посещала библиотеки курсы, мы изучали Ветхий Завет. В юности я читала Евангелие. Но все равно, как маятник, то приближалась, то отдалялась от веры. За последние два года Елена Блохина написала 30 работ с храмами Сарова. Часть из них она представила на своей выставке в Зале искусства Библиотеки имени Маяковского. На пастельных картинах изображены храмы Свято-Успенского монастыря с разных, порой самых неожиданных, ракурсов. Работ на выставке совсем немного, но каждый из них отражает особенное настроение и душевное тепло. В планах у меня выставиться еще в Доме ученых. В Доме ученых там будет у меня и пейзаж, тоже городской пейзаж, и вышивка. Я закончила мастерское художественное училище по факультету художественная вышивка. Выставка «Тропинка к Богу» продлится до конца зимних каникул. Посетить ее можно в дни и часы работы библиотеки. За информацией обращайтесь по телефону 99409 для лиц старше 6 лет. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей.